Зарубежные центры, народ и культуры наши, работают с нашими соотечниками, и им нужна литература такого рода, поэтому мы побывали уже в целом ряде стран. Вот Чехия десятая страна, как раз юбилейная для нас получается. И хотя в некоторых странах презентация у нас была не одна. В Париже дважды мы были, в Болгарии, по-моему, трижды, в Сербии дважды были, на Украине в двух городах, но мы все равно считаем, что это одна страна. И буквально вот завтра мы уезжаем в Вену, поскольку там, в Вене, живет внучка автора книги, о которой я сейчас буквально несколько слов еще скажу, Евгения Ивановича Малайбина, белого генерала. И там будет тоже презентация книги, но не ради презентации даже мы туда едем, на литературный фестиваль, а для того, чтобы поклониться могиле Евгения Ивановича, это просто, мы считаем, долгом своим, будучи в Праге, обязательно съездить туда и пообщаться с Зоей Александровной, по-моему, с его внучкой. Для нас это большая честь, еще раз повторю, видеть вас всех на наших презентациях. Ну, Евгений Иванович Балайбин, вы знаете эту фигуру, и сегодня о его деятельности Анастасия Вячеславовна расскажет, наверное, да, в Чехии. Именно здесь-то, конечно, и надо об этом говорить, потому что в России мы такими материалами, как вот здесь, например, вы владеете, о жизни и эмиграции, о деятельности этих людей, мы, конечно же, не владеем. Хотя, позвольте представить эту книгу, чтобы было понятно, что книга эта к нам попала Зоя Александровна Кабинской, мы держали в руках томик Евгения Ивановича, напечатанный, переплетенный, вклеены фотографии и в шуток писанной. То есть мы дрожали, буквально дрожали над этим томиком, как над великой ценностью, пока она была в наших распоряжениях. Но, разумеется, мы хотели не только представить, сам текст потребовал очень большой работы, потому что в 21 веке к читателю приходит книга, написанная в середине прошлого столетия человеком, который родился в конце 19-го. То есть многие понятия, конечно, нужно было продавать, это была достаточно длительная работа. Но мы надеемся, что это поможет читателю, особенно молодому, легче ориентироваться в тексте. Потому что действительно тут головоломки сначала, когда читаешь, просто головоломки. О чем эта книга? Это и детство, и обучение в Донском кадетском корпусе имени Александра Третьего, и Николаевско-кавалерийское училище в Петербурге, лейбвардии казачьих полк, мобилизация Первая война, гражданская война, румынский фронт, эвакуация, Константинополь, Новороссийск, Глебнос, и особая глава русская гимназия в Константинополе и Чехословакии. Окупация Чехословакии немцами, аресты, расстрелы, власовское движение. По генералу власове особые слова, особый раздел, и это очень важно, что об этом человеке пишет тот, кто лично его знал. И его представление, конечно же, важно для тех, кто может судить о генерале власове только по каким-то публикациям. Потому что это сложное явление в нашей жизни, нельзя его однозначно ни лаком покрывать, ни дегтем, ни патокой, ни, так сказать, горечью какой-то. Нужно понять, почему человек делся так, что им вело в той или иной ситуации, почему он шел на определенное сотрудничество. Потому что своя Россия была идеалом для этого человека, и российская, русская освободительная армия должна была освобождать Россию от большевиков. Это мучительный был замысел, тяжелый в воплощении, ведь нужны были разные союзники, вот такие были союзники, какие были. Но, посмотрите, освобождение от большевизма все-таки произошло спустя много-много лет, не менее мучительный и тяжко. Поэтому не будем в наши дни забывать и необъективно представлять борцов за будущее по своим представлениям, за будущее счастливого народа своего, таких, как и генерал Глазов. Тем более, Евгений Иванович достоин нашего внимания и уважения. Что еще, кроме всех жизнеописаний и событий? Здесь есть послесловие редактора, краткие справки, их 234. Выполнены они уж таким образом, как можно было их выполнить, то есть на основании того материала, который мы располагали. Который может не совпадать по документам, по представлениям, или просто его не было, кое-какого материала. Вот скажем, дата рождения дедушки нашла, у нас у меня. Остались нам вопросы, к сожалению. Ну что тут сделаешь? Что тут сделаешь? Ну какие-то технические проблемы тоже примешиваются к этому. Здесь есть ряд приложений. Приложение первое. Из воспоминаний дочери Балавина Ольги Евгеньевны. Отзывы современников, автора о книге. Казачьи звания, которые далеко не все молодые люди могут представить. Соотношение со званиями советской армии, нынешней армии, советско-российской, простите. Российской армии, потому что понятным тогда становится, кто есть кто. Придворные звания в России, поскольку они здесь тоже употребляются, они тоже здесь необходимы. Ну и, наконец, прилагается брошюра Светозарова Владимира Николаевича «Русская гимназия в Аратской жерне». Юбилейный исторический отдых. Как только мы узнали о существовании этой брошюры, мы, конечно же, немедленно попросили ее передать нам и сочли нужным приложить ее. Потому что это очень важный исторический документ, который и жизнь представляет, и фотографии там есть, и списки тех, кто оточил эту гимназию.